Тоннель? Нет, ничего не резали. Давайте вернемся, Сергей Владимирович. Смотрите. В рецессию зашла и просто тоннелировала расщеплением, как карман рацкий, в одну и в другую сторону. Ну, это зависит от биотипа, но все-таки мы тут расщепляемся, мы там надкосницу, по возможности. Сначала скальпелем, потом распатываем. Мы все равно сначала скальпелем должны пройти. Тут не зайти, что-то офтальмологически или обоюдоострый. Да, мани, мани. Я смотрю, что все работают мани. Мани, мани. И через потом вот этот карман начинаем вводить. Да, и... А его вводим, а как вы, через другой карман? Трансплантат? Да. Ну вот, смотрите, в данном случае мы заводили его от центра, от вкол-выкол между 32 и 33 зубом, сюда углу в трансплантат, петля туда зафиксировали. Также от 42-го в кол-выкол, сюда углу зафиксировали, и от центра его вот так вот растянули. Вот, посмотрите. То есть, сначала трансплантат прокалывали? Нет. Нет. Вкол в слизистую, вышли в тоннель, петлю в трансплантате и обратно в тоннель и вышли рядышком. Как зацепить же его надо петлей, да, чтобы его потом туда подтаскивать. Но мы завтра это будем делать, вы поймете, когда прошьете сами. Там что, все просто. Там есть особенность, очень удобно, когда вы шьете, завести тоннельный распатор в тоннель и потом делать вкол. Вы не ошибетесь, потому что даже если есть какие-то поднутрения в тоннеле, вы пойдете точно по металлу тоннельного распатора и точно вытащите эту иголочку. Потому что если вы там прошьетесь, вы потом трансплантат не сможете затянуть. Он у вас будет упираться в эти прошитые ткани. Вопросы у нас по тоннелю есть? Можно слайд? Можно. Какой? Еще. Вот участок трансплантата у вас. Ну и что? Не страшно? Нет, о чем с ним будет? Ничего не будет. У вас расчет сделан? Принимающая ложа есть? Лоскут сверху есть? От того, что он немножко, будьте здоровы, вибринозным налетом покроется, ничего с ним. Он полностью выживаем, приживаем. У него стопроцентная здесь история. Вот это не рискованная вообще история. Вы можете, даже есть такая методика, кто-то из европейцев, они даже не делают такой мобильности, а просто заводят, и куски прямо во всех вот зенитах рецессии остаются. И они, честно, потом косметически не очень хорошо смотрятся. Особенно, если это какой-то вот фруанты или там какие-то большие такие ортопедии. Вот не очень красиво, на мой вкус. Ну, с кем кто у нас общается? Ну, друзья мои. Ну, это же полость рота. У нас там все сообщается со всеми. Везде одно и то же. Все микробы живут. Ну, тем более тут уж такой, даже я не знаю, незначительный. Зубодесневого кармана там не будет в итоге. Конечно, обязательно. Это же все с Келлером вычищается. Ну, вот у меня пациентка, она, конечно, поганка такая. Вот с плохой индивидуальной гигиеной. Я с ней все время ругаюсь. На самом деле, этот зуб, знаете, вообще, почему он прооперирован был? У нее рецессия развилась в следствии парадонтита. Она вообще пришла ко мне в апреле какого-то там года с подвижным зубом. Я сказала, что рецессии еще не было, что надо это оперировать, лоскутное делать. Ну, и, в общем, когда она пришла, она позвонила мне и записалась в июле, то есть спустя 4 месяца. Говорит, я готова. Я говорю, хорошо, я ее записываю. Она приходит, а я смотрю, что там уже все ткани воспалительно просто атрофировались, и уже мы имеем вот такую картину. Поэтому вместо лоскутной операции она получила пластику. Ну, в общем, зубы она вот этого лучше чистить не стала, к сожалению. Итак, метод Виста очень популяризирован в последнее время. Мне он нравится. У него есть особенности. Я попробовала уже клинические его по-разному применять. Челюсти, разные, наверное, какие-то сегменты с разными материалами. Ну, кроме того материала, с которым он придуман, он был для введения PRF-мембран. В общем, есть вот это видео Хамаза Деева, автор, который он там по 8 этих PRF-мембран ставит в каждый дефект. Дефекты вот такие, как пиявками набивают этот лоскут. Не знаю, возможно, что там какой-то срок биодеградации увеличивается. За счет этого он получает объем и стабильный результат. Возможно. Но чем хороша Виста? Тем, что у нее есть зона введения пластического материала. Очень удобно. Это вертикальный разрез, да, центральный, срединный. Тем, что она показана при любом классе рецессии. Есть у вас сосочки, нет сосочек. Ее можно делать и устранять с ее помощью рецессии. Менять биотип и так далее. И, конечно, она показана для множественных рецессий Диснея. Придуман этот метод был для рецессии Диснея множественных в области верхней челюсти. Для фронтального участка. Я знаю, что многие делают и нижнюю челюсть, и боковые участки. Я тоже все это экспериментами пробовала. Где-то это получается лучше, где-то это хуже. Также анализ, в общем-то, такой, что ее показания это не глубокие рецессии. Но вот сосочки она восстанавливает этот метод очень хорошо, если еще поработать. В методе, который приложил когда-то сам автор, нет дублирующих крестообразных швов. Я не знаю, возможно, что они сейчас у него уже есть. Но тогда их не было. Я их делаю все равно, независимо от чего. Потому что на одних композитных швах я не могу себе позволить отпустить пациента. Ну, мы уже обсуждали этот вопрос, почему. Все то же самое. Создается тоннель в области рецессии. Потом делается срединный вертикальный разрез по линии уздечки. Мобилизуется слизистый накосничный лоскут. Мобилизуется слизистый накосничный лоскут.